Ну ладно, говорит, что делать? Пропустил, пропустил. И салат. Еще могу добавить салат. Сейчас вот тачик сядет, добавлю. Вот такой у нас завтрак, девочки. Дыньки. Дыньки, плача там, сыры, каймак, салат, картошка с котлетами, яйца, манты с йогуртом, с маслицем, помидорчики, там он, сухофрукты. Воду надо налить. И бюречики. Все есть, девочки. Приятного аппетита. Тачик говорит, алярм был, играл. У него с 8 утра начинает алярм, там не знаю, штук 30. Я же вам показывал, какой красивый аляр. Он его выключает и дальше спит. Он даже не соображает. Но сейчас, говорит, я помню, что я выключил, стал, выключил. Я всегда, у меня спит так. Тяжело. Он еще сам себя, он знает, что родители разбудят. Нет. А сколько? Ну, это курсы. Курсы по субботам. Курсы это называется. Там их бывает 3-5 человек. Сидят. Сегодня, наверное. Потому что... Сейчас еще последний урок закончится. В 19. Садись хоть на последний урок зайдешь. Что делать? Хотя бы сказать, вот я пришел на последний урок. Не напишите меня даже. А? Не напишите меня даже, что я был. А, не напишет? Да. Тебе не важно, напишите, не напишите. Хотя бы послушаешь, что там говорят на уроке. Ну, уже что делать, что шло? Уже. Уже прошло, что делать? Ну, ты говоришь, 12 будет последний урок. Еще 12 уже нету? Пол-12. Нет. 12 закончится. А, ну-то 20 минут осталось. Не знаю. Что делать тогда? Котлетки все-таки у Исуфа это вкусные, девочки. Я их под капаком. Они же у меня в измирает. Эти, Исуф, не а эти из маркета, да? Это они. Такие котлетки, как... Как тефтельки получились. Они же форму взяли, как друг другу лежали. Где-то с одной стороны выпуклость, где-то приплюснуто. И вот они, как тефтельки круглые. В общем, я их под капаком, под крышкой. И они сдулись, и получились прям тефтельки. Ну, они обжарились со всех сторон, обжарились. Просто на медленном огне. Они же это вздываются. Я же вам говорила, они на суде. Все. Я уже ничего не хочу. Айденчик уже тоже поел. В общем, такие дела. Погода солнечная. После дождей солнечно. Ну, холодно. Я сегодня вообще одеяло конкретное взяла. Зимнее. И окна закрыла. Чемодан отнесла на балкон. Знаете, вонючий такой. Вонючий чемодан. Вонючий. И я его прикрыла простынкой. Потому что выживут. Сейчас. Сейчас все открыла. Его простынь. Простыню белый. Это у меня так. Иртусю. Покрытие для чего-нибудь. Когда что-нибудь нужно, я прикрываю. Белое. Еще от бабушки. Это простынь. Хлопок стопроцентный. На односпальную кровать. Это знаете ей сколько лет? Не знаю. Сколько лет? Ну, 30 лет точно. Больше даже. 35. 35-100% лет ей есть. Просто простынки. Это еще советская простынка. Вот это. Приданная от бабули. Приданная моя. Бабуля. Она. Материал всегда у нее был в запасе. Ситчик. И она из этого материала халатики шила. Платьишки шила. Красивые расцветочки такие веселенькие были. И вот когда Союз развалился, давали же купоны. Талоны на материал. Там сколько-то метров. Точно не помню сколько метров. Как бы не соврать. Не помню. Но давали талон на материал. Идешь в магазин Махалинский. Промтовары. И там метражные ситчики. Вот это. Метражами. Рулоны. Вам отрежут. На одного человека сколько положено. И мы покупали. Потом нам говорили, что в этом магазине нету. Надо там несколько остановок проехать. Мы на остановку с бабулей на автобусе. Я ее с собой брала. Потому что она говорит, я хочу сама выбрать, чтобы расцветку знать. Я говорю, ну идем. И мы ходили туда, знаете, там, как это называется? Песятка за песяткой. Ну это еще советские названия были остановок-то. Ну остановок где-то пять. Может быть, семь максимум. Туда проезжаешь. По 61 маршруту. Генгеабата аэропорт ехал. 61 автобус. Он может быть и сейчас так же ездит. И вот где-то посерединке, еще не доезжая Рисового базара, там, ой, забыла. Там фабрики, завод есть. Там школа потом была турецкая. Первая школа. Вот в этом райончике. Забыла, как этот райончик называется. Потом лицей открыли там. Потом его закрыли. Лицей там. В общем. Вот там был магазинчик. И там большой выбор. Там, по-моему, фабрика текстильная была. И от текстильной фабрики вот этот магазинчик работал. И там большой выбор материала был. Вот там можно было. Даже в то тяжелое время там все равно какой-то выбор материала был. Мы там брали. Иногда можно было вместо вот этого куска материала взять постельное белье. И вот, видать, ну у бабушки была шкаф открываешь, и у нее там запасы и постельного белья. А белое же в основном было. Белое. Наволочки. И наволочки не такие, как 30 на 70, да? 50 на 70 у нас подушки синтепоновые. Были же перышки подушки. Перьевые были. Хочешь, возьми весь. Ложка. Все, не будешь? На перышках подушки. А были на пуху. Но у нас были на перышках. И перышки бабушка перестирывала. Во двор выйдет, колонку откроют, там замочат эти перья. Корыто у нее было, как у старика. Помните, золотая рыбка там, старуха там. Ну у нее корыто было деревянное, а у нас наподобие такое было алюминиевое. Ой, это сколько лет этому алюминиевому корыту было. Она там все стирала в нем. Она замачивала, а потом у нее была тоже вот такая вот доска вот эта вот тереть-то белье. Как это называется? Доска. Я ею не пользовалась. Все руки сотрешь. Что так, что на этой доске вот здесь потом болит. С непривычки-то. Она вот так делала. И был шкафчик, шифонер. Шифонер, не шкафчик, шифонер. Открываешь там на замке, полированный. Ну как в советское время. На ножках таких. Открываешь там отдел, где лежит постельное белье. И там тютелька в тютельку все вот так вот. По цветовой гамме. Это прям вот все-все-все красиво. И вот так вот знаете, что она закрывала еще. Простым возьмет какой-нибудь или материальчик какой-нибудь такой ненужный. И она закрывала. Чтобы, говорит, не пылилась. Она клала туда лавровые листы. Лавровые листы от моли. Лавровые листы еще что-то клала. Ну, нафталин. Нафталин, ну, редко. Потому что это же... Дышать же тяжело. Нафталин редко. Лавровый лист клала. Еще что-то она клала. И белое постельное белье. Она... А, подушки были размером... Ну, 40 на 40, что ли, или 50 на 50. А порой и 70 на 70. Огромные подушки были. И наволочки такие же. Стандарт же советский. Помните? Вот. И она всегда синькой. У нее в сарайчике была бутылька. Бутыль. Синька написана. Стеклянный бутыль. Написано синька. Жидкая. Подсинивала она. Белая. Постельная. Когда вот наволочки под одеяльники. Простыни стирала. И она подсинивала. Ой, так интересно. Вот это мое наследство. Простынка моя. Она стандартная. Она одна спальню кровать. Она новая. Она мне ее отдала новая. Там две наволочки были. Ну, наволочки мне никуда не подходили. Сначала-то она мне дала подушки. А потом-то, когда синтепоновые появились. Потому что перестирывать же легче. Синтепоны. Машинки появились. Вот эти стиралки. Автоматы. И все. И я от этих перьевых избавилась. И потом же я сюда приехала. У нас вы из Икея. Есть такая маленькая, кругленькая. Под голову, под шею вот так подкладывается. Маленькая из Икея. Перьевая подушка. И иногда вот эти перышки выскакивают. Я думаю, откуда перья? Чайки. Прям вот чайки. А потом до меня доходит, что у нас одна перьевая подушка есть. Из нее перышки выскакивают. В общем, кушаем. Приятного аппетита. Ну, у Ктачка наушники поломались. Баба сказал в шкафчике поискать. Мы поискали. Ничего не нашли, короче. Ну, нашли. Хреноватенькие. Короче, взяли от телефончиков. Всякие разные у нас там. А у Ктани любит такие, да? Ты не Лёш, такие? Нет. Ну, других нет. Ужо? У меня, да. Да. Жарко, что ли? На улице вдущики. Ой, ну, жарко. Сюда. Сюда встань. Сюда встань. Ой, это как одевать. Вот сюда встань. Чувствовать. Сюда встань, что это было. А что это за ремень? Спорт. Вот туда встань. Ну, это как одевать? Это штангу поднимать, чтобы? Специальный ремень. У тебя же был там какой-то ремень. Что? Это что делает? Он что держит? Зажимает сюда, чтобы больше. Диафрагмать? Нет. Диафрагма же не там. А? Сюда же воздух берешь? Тебе не нравится, Октай? Как это одевать? Я не знаю. Обе знают. Я такие тоже не люблю. Я тебе другие предлагала. Другие предлагаю. Белые. Это неудобно. Я тебе говорю. Я тебе говорю, неудобно. Вот эти вот надо, мальчики. Мальчики, вот это лучше. Октайчик, вот это лучше. А это я еще буду целый день одевать. Так, взял, что будет так хорошо. Больно будет, да. Там так трогать что? Ладно, два пусть лежат. Там более так же что? А, аа. Ну, на стакан. Ну, это целый день... Ну, я целый день ничего. Ты еще втыкаешь там ниже. Целый день это не... Не хорошо, да это? Да. Обратно положите? Ага. Я? Ой, комар летает. Ой, убила. Сегодня, блин, столько насекомых я поубивала, блин. Вот. Опять какие-то насекомые. Дождь идет, ребят, из Стамбула. Дождь идет, да. А, сейчас перестал. Перестал. Одинчик собирается с друзьями на машине. На машине собирается. Бухать пойдут, бухать. Ой, ветер такой, холодно. Холодно. Ну, шучу, конечно, на машине. Какой бухать? Сами. Сами подумайте. А с утра какая хорошая погода была. Даже никто и не подумал бы, что дождь будет. А дождь уже идет... У нас уже идет 3 часа дождь. Ну, вот так, кратковременный. Кратковременный. Ну, тепло. 26 градусов вроде. Телефон показывает на улице. Ну, ветер. Ветер холодный. Смотрите. Курточка вроде. Не ходили сегодня в магазин. Завтра спать. Ну, кури и надо на неделю покупать. Сейчас. Ничего, ничего. Вот отсюда нет? Нету? Вот здесь же есть. Вот же есть красный или зеленый. Зеленый. Вот, вот отсюда же. Отсюда же надо. На щелняке. Тихо сделай звук. Посмотри. Осторожно. Не довесим. Работает? Кто? Вчет. Да. Чего? Там, вчет. Чего? 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 А че? Почему? А может быть, это проблема? И наушники те работали, а здесь какая-то проблема. А? Мальчики. Чего? Ай, Денчик сегодня на лысо подстригся. Я вам говорю, может быть, это в компе какие-то неполадки. Я вообще не знаю, девочки такие. Я обитаюсь. Удачи. 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 Вот так вот. Вот сюда. Работает так-то. Вот когда клеенку поменяем? Работает? Ага. Такого лучше давай. А, я вот тут еще клеенку. Такого лучше. Такого лучше. Работает. А ободок? Ободок не это. На голове ободок? Да. Ладно. Ладно. А я засолила рыбу. О-о-о. Бордоликус. Вот почему нельзя вниз положить мусор? Я не понимаю. Бордоликус надо все складывать. В холодильник хоть пустой, что рыбку засолила. Завтра утром буду пушить. Все, подъели. Подъели уже все, мальчиши. Я говорила, в магазин сходите. Салат хотя бы купите. Гебек салат Асэ. Слива он хорошая. Они не пошли. Не захотели. Вот так кошка. У нее такой живот большой еще. Чего она такая большая животина? Может, тоже ожирением страдает. Неизвестно, кот это или кошка. Вот, видите. В общем, давно ее тоже здесь наблюдаем. Непонятно. Ну, ничего не хочется, если честно. Хотела рыбу соленую. Попробовала, еще не посолилась. Уже три часа прошло. Не посолилась еще. Можешь в магазин саму сходить. А мы сегодня новую водичку заказали еще. Два этих. 25 лир. Два бутыля. Ну, ты идешь, сын? Да, иду. Давай. Мусор заодно. На светофор можешь поставить. И это. Маску. Вот маски бы надо нам купить. В аптеке вот здесь купил. Там и за 50 лир есть маски, и за... Маски. А. Школу еще надо, когда идешь... Колония и маски. Маски одноразовые иногда. Ну, вот одноразовые. В школе поменяют. Вот. А, в школе будут давать? А ты слышала, первоклассники, они там свои маски меняют. В смысле? Я тебе дам, а ты мне дашь? Да. У них там маски типа же Супермен, Бэтмен, Бельмамне. А, они там меня... А никто не уследит за ними, да? Ну, следят, но сто процентов же не можешь это. Ты понял, что купить? Да. Повтори. Берем тут гербек салатовых сливы и ездили. Да. Дали? Маски там, иди ты меня. Я имею в виду, что... Аккуратно. Я имею в виду, что дадут снова. Да. Хорошо тогда. Через некоторое время новую дадутся. Хорошо, отлично. А когда школу откроют, неизвестно? Нет. Ну, объявят. Одиннадцатые классы же еще не учатся. Не, в смысле... В смысле говорят, что это... Пять дней будут учиться. Ну, обычно... Ну, да. Куда он пошел? Куда он пошел? Он мусор... А, я ему говорю, на светофор поставь. Какой хороший мальчик. Пошел туда, отнес. Куда он пошел? Магазин. Там же... Ну, да. Правильно он понял. Здесь у нас в люксовом магазине будет подороже. Эзене. Ну, там вкусно. Эзене. Тоже вкусно. Сейчас наберет... Наберет сейчас лопатонька. Что я ему сказала, я уже сама забыла. Укропчик. Сейчас посмотрим. Укропчик возьмет. Укропчик с петрушкой не перепутает. Гюрбеек берет. Гюрбеек взял. Вот как удобно, да? Мамка все про это проследит. Тариоту он не знает. Вот думает, петрушка или укроп. Молодец. Тариот тут взял. Укропчик взял. Вот сейчас... А, Октябе не будет помогать. Один это помогает иногда. Что возьмет еще? Салатолык я ему сказала, зайцы. Ну, огурчики, штук, может, не знаю. Штук 5 я ему сказала. Возьми. Завтра же мы в Бим пойдем. Там дешевле огурцы. Такие же. По качеству такие же. Только подешевле чуть-чуть. Упаковка. В упаковке грамм 500. Чуть больше, чуть меньше. Что еще я ему сказала? Сливу, сливу взять, сказал. Овальная. Овальная. Овальная она, интересно. Или краска. Или круглая. Овал. Овал. Вот, вот эту бери. Как будто слышит что-то. Я же не вижу отсюда. Вон там вроде круглая, а вот это овал. Сколько? Он. Он. По-русски орать-то не буду. Сколько он кричит. Я говорю, он. По-русски говорю, не буду орать. Попробую. Если хорошее, завтра можно еще взять. Попробовать. В любой момент же можно. Хурму не хочу. У мандарины еще есть виноград. Завтра можно взять виноград. Резины сейчас он пойдет. Возьмет и все. И придет. Ну вот, принес. Принес. Мыть надо сейчас. Они же не овальные, они же круглые. Слива так. Слива так. Слива, почем. 10. Полкило 5-14. Ну вот, Гюбек. 46 лиры заплатил. Значит, морол Гюбек вот. 5. Ну это не морол, это Гюбек. Этот укроп 2,50. В шоке 1,95 был. А здесь 2,50. Анжелика вот 5,14 слива. Бадем. Это вот огурец 5,78. Заплатил он. 5,95 огурец стоит. Анжелика стоит 10 лера. И классический вот пейонир. 44,90. Нифига себе, что-то в руках. 27,93. 600 грамм, в принципе. Ну, ладно, за 20 лером в бене можно купить. 46,35 заплатил. Нам помыть сейчас надо все это. Не показала же вам. Не показала же. Вот Гюбек. Ну не выбирал он, конечно, укропчик. Все подряд. Все подряд. Он не умеет выбирать. У нас Уктай хорошо умеет выбирать фрукты и овощи. Айден нет. О, огурцов набрал. Набрал огурцов. Разве такие огурцы можно брать? Это же на посев только можно брать такие огурцы. Набрал. Уктайчик бы вот такие выбрал. Айден не умеет. Он на базар ходит. Не умеет. Это, скорее всего, классика. Это, значит, коровье молоко. Не, я ему говорю, о, Валь, купи мне. Он говорит, я же тебе показывал, какой оваль. Такой или такой. Я спросил. Это, привет. Там я не знаю, о, что такое. Не, я и говорю, с окна посмотри, видно, где оваль, а где кругляк. Не кривляйся. Взрослый парень, кривляешься. Ты же не шут гороховый. Вот отсюда видно? О, Валь или кругляк. Ни хрена же не видно. Я, говорит, не знаю, что такое оваль. Пошел, прогуглил. Пошли, прогуглили. Ой, кино. Кино, ребят. Ну все. Можно идти на боковую. Зубы чистите, спать можно идти. Мальчиши-то нет. Айден говорит, пойдем сейчас с мальчиками. Попробуй тут засни, девочки. Когда сына дома нету, вы можете спать. Не могу спать. Мне надо, чтобы все дома были. Если дома кто-то отсутствует, я спать не могу. А когда они придут? Сейчас надо спросить, когда придет. Когда придет, надо спросить. Айден, а вы когда придете? И у Ктатчик тоже идет. Места нету? Что, полная машина будет? Пять человек. И девочки? Девочек нету. Откуда-то это... Мы думали, сейчас я не знаю. Девочек нету. А что нету? Почему? У вас нету или... Никого нету. Жалко. Зубы чистит. На лысо подстригся. Помылся, побрился, подмылся. Все дела. Сейчас оденется красиво. Надухарится. В шортах пойдешь? Я думала, в этих труселях собирается идти. Джинсы, говорит, одену и все. Ну, майка рваная у тебя. Майка сзади рваная. Да, да. Ну, переодень лучше эту майку. Ну, переодень. Там маленькие дрыздачки есть. На воротнике вот здесь. Ну, если девочек не будет, то не опасно. В смысле, не стыдно. А у Ктайчика че? Ну, это мэрка у меня не дача. Ну, как бы было. А? Ну, надо было. А мне и что делать? Зажигать колбасица с это... Ой... Саби. А? Нет, не хочешь? Тебя не берут, УКТАЙ? Я не хочу. А если бы УКТАЙ сказал, я тоже хочу, взял бы. Нет. Взял бы? Вот, говорит. Ты не думаешь, что Аби так возьмет сейчас? Да? Аби уже ответ дал. Не слышим, да? Да? Он молча дал ответ. Догадайся, с первого раза какой. Любимая комбинация из трех пальцев. Ой, у меня заноза, что ли, попала в палец. Ой, блин, что-то колется. Надо излечить. Ростишь, ростишь этих рукодельников. Потом, блин... Что младенцы ночами не спят, что во взрослой жизни, значит, вы эти, ночами не спят. Сейчас нам Айдынчик сыграют на гитаре. Да? Для успокоения души Манкиной. Сыграй, Манки, в окошку хотя бы. Что-нибудь сыграешь? Ну, хоть повернулся бы с задницей ко мне. Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лицу, задом. Знаете такую сказку? Ой, пальчик. Что-то я не нашла занозу, а пальчик больно, как будто заноза. А что ты ищешь? Наушники все еще? Нет. Коробку на место, скажи. К локушку сыграешь, сын? А что сыграешь? Что-нибудь сыграй. Пожалуйста. Ты ничего не поймешь из этого, я аккордис другой. Ну. А внуку-то сгумочки. Реклептон сыграй. А внуку-то сгум. Не поймешь отсюда, я не знаю, Реклептон. Оставь меня в покое, пожалуйста. Металлику сыграй. А внуку-то сгумочки. Что, не эта коробочка? Ухтачка, а что ты делаешь, я не поняла. А что это за коробочка? Для чего? Наушники. А. Там бы внуку с Римой считались. Ой, ладно, я пошла. У меня ногти. Не ногти, а занозы в пальчике. А как ты на ипподроме лошадь делал? Я тебе сразу сказала. Это скачка, лошадь скачет. Помнишь, ты это делал? Ага. Ну-ка, ну-ка, сделай. Вот, прям скачки на ипподроме. Ой, сюда чуть-чуть повернусь, сбоку он стал. Ох, прям балалайка. Ой, подключил бы к компьютеру и сыграл бы что-нибудь. А? Противный рукодельник. А вы недалеко пойдете? Окей. А ты будешь как шофер их отвез-привез. Да. Клево иметь такого друга-шофера. Пусть кинутся на бензин. Шучу. А баба пошел на работу. У них там 11 часов он пошел. На объект. Написал мне. Я, говорит, пойду на работу делаю. Че там на работе. Ну, стройка такое дело. В любое время суток. Позовут и все. И чешешь. Чапаешь. В любую погоду. А когда бетон заливают, то вообще там и днями, и ночами. Сидишь. Особенно, когда морозная погода. О, вообще атас. Ладно, я пошла, сумка. Баба сказал Айденчику, так, это, скажи, чтобы аккуратно был. Чтобы аккуратно, не торопился. Чтобы он посмотрит твое видео. Нет. Я ему сказала, что Айденчик сегодня с друзьями пойдет. Он говорит, на машине. Я говорю, ну да, с мальчиками. Собираются. Бухать. Скажи, чтобы... Бухать это, блин, на одно-два пива. Ничего такого. Ну, ты же не будешь. Ну да, конечно. А в мусор... А, мусор же вынесли. Чтобы эта скорость не превышала. Парфюм не будешь делать? Да зачем парфюм? Ну, поцелуй хоть щетку. Ой, у нас болезнь, блин, зачем? Давайте. А ты пока. Больше. А колония, колония не забывай. Там есть. Из машины возьми с собой это. Да, да, да. Может, в машине уже мало колония? Айден. Айден, дай колония. Колония дам сейчас. Дай, да. А когда ты придешь-то? Айден, вообще тоже может прийти. Эгений придет. Октай, хочешь? Хочешь идти, Аби говорит? А? Все, смотреть. Смотреть на. Кукарач, говорит, они пойдут кушать. Иди, кукарач, покушай. А деньги дать? Деньги дать? Иди, кукарач, Саби, покушай. Ну, может, ему принесешь? Мне не надо. Октачку принеси, ладно? Спроси, Ярым, и человек, что принеси? Цюм принеси. Ты ему не могу не делать. Ярым. А у меня принеси. Деньги возьми. Есть. Ладно, давай. Аккуратно, сына. Вот, девочки, рукодельников вырастешь, потом переживаешь. Аккуратненько пусть идет. Аккуратненько. Где-то там, видать, в махале припарковался. Аккуратненько. Эге, говорит, не пойдет. Боится. Видать. А, он аж туда, в верхнем махале приезжает. Ну, вот, парковку тяжело найти. Он аж туда припарковался. Ну, ладно, ребята. На улице дождь, ребят, идет. Время 9 часов утра, воскресенье. Небушка заволокло дучками. Ну, вот там, на Черноморье, я смотрю, просветление идет. Не знаю, как зарядиться на целый день или как. Ай. Прям сильно. Ну, для Стамбола это нормально, такой дождик. Бывает, ооо, какой сильный. Соседка окна моет. Воду бьет с ветра прям. Обалдеть. Зачем так она делает, не понял. Магазины уже работают. Нам надо в магазин идти. А дынчик сейчас пить. Дождь закончится. Чего подождет тут. Чего подождет тут. Причем, такие дела в Стамбуле. Привет, ребята, из Стамбула. Дождь идет в Стамбуле. Как у вас дела? Как настроение? Как погода, ребят? Чем занимаетесь? Вас весны? У нас вчера же показала, что это Айдынчик пошел. Чингелькёй кушали они. Кокорачи. Один, говорит, целый стоит 48 лера. Целый. На целый батон. И пять айранов дают. Один айран, один лера. Ну, в смысле, пять айранов он захотел. Пять айранов взял. И говорит, 48 плюс 5, 53. И там еще немножко денег у него осталось. У меня, короче, говорит, денег. И я не думал, что такая цена. Ук-тайчику не купил. Ну, мы же уже и спали. Он пришел. Было полтретьего. Ну, я его ждала. Фильмы смотрела. Ждала ук-тайчику и спала. Он у меня, говорит, денег не хватило. Я говорю, я же тебе говорила, возьми еще. Он говорит, ну, я же не знал, что такие цены. В общем, не купил ук-тайчику. Ну, ук-тайчик же и говорил, что я не хочу. Один говорит, если он хочет, сегодня поеду, куплю. Я говорю, ладно, сами разберетесь. В общем, буду делать завтра. Что буду делать? Монтыны, пельмешки, наверное, сварю. Пельмешки сварю. Свои домашние. Салат у меня еще есть. Салат, пельмешки. Магазин потом пойдем. В общем, вот такие вот дела в Стамбуле, ребята. Утеплилась, жилетку одела. Спрятала свою грудь, а? Прохладненько. В общем, буду делать завтрак, ребята. Вот, пельмени уже отварила, на стол отнесла. Кашу сварила. Юлаф из меси. Мюсли. Овсянка и изюм, и курагу сама положила. Там масла нету, сахара нету, соли нету, ничего нету. С йогуртом можно кушать еще. Добавлять. А это миномен. Миномен. Здесь у меня лук, чеснок, помидоры двух сортов. Ой, помидоры без кожицы и перец. Красный и зеленый. Яйца. Шесть штук. И вот так вот мешать. Миномен. У меня есть рецепты, девочки. Есть в плейлистах рецепты. Я оставляю ссылки под видео в описании. Либо можете забить. Миномен. Татьяну Лобухову. И выйдет мой рецепт. И вообще много всяких разнообразных. Как турецких, так и разных стран кухни. В нашем меню присутствуют разные рецепты разных стран. Мы и борщ кушаем, и пельмени русские, и турецкую кухню кушаем. И корейские салаты любим. Я же вам показала. Беготи муж кушает. Тунбецкий плов любим. И лагман любим. В общем, мы любим все. И спагетти, и оладушки, и блины. Все мы кушаем. Икру, правда, у нас муж не кушает. А мы с детьми кушаем икру. Любим. Все. Миномен готов. Чуть-чуть еще сейчас помешаю. И стол вам покажу. Все, ребята. У меня селедочка с лучком. Я же солила. Кашка. Водичка. Чаек с молочком. Бергамонтный чаек. Салатик тут у меня вот есть. Салатик положила. Пелемешки. Миномен. Тут оливки есть. Сырки есть. Кекс есть. Сангущенка. Куреймища всякие есть. Сухофрукты, орешки. Помидорчики, салатики. Здесь резанные фрукты. Персики и груши. Все. Приятного аппетита, ребята. Мальчики пока спят. Мальчики спят. Пока они спят. Я перекушу. Хорошо, что окна не мыло, девочки. Ну, так, потерла, не везде. В общем, мне жалко, что дождь идет. Сейчас же такая погода запуталась. Сейчас такая погода, дожди будут. Непонятно. Утром вроде солнышко. К обеду раз дождь. Вечером опять жара. Непонятно, сейчас такая погода будет. Не всегда такая погода в октябре. Иногда жара. В Стамбуле бывает жара. Прям невыносимо. Прям лето. Вот в этом году вот такая погода. Непонятная. Все вкусно, ребята. Я еду свою. Свои руки люблю. Когда готовят еду. Я знаю, сколько мне соли надо. Сколько сахара. Куда масло положить, куда не положить. Сколько чего. Что заменить. Что не заменить. Я же вам говорила, я замуж вышла, я ничего не умела готовить. Только яйца жарить. Ну, меномен умела делать. Но я же не знала, что это меномен. Омлет. Омлет. Ну, и пельмени лепила. Манты лепила. Тесто подходящее не могла найти. Потом экспериментировала. И поняла, что заварное тесто для меня лучше подходит. Ну, так постепенно, постепенно. Потом интернет появился вообще легко. Блюдо любое, какое хочешь, можно найти. Поэкспериментировать, под себя подогнать. И отлично. Ладно, ребята. Буду кушать. Кто со мной кушает, всем приятного аппетита. Спасибо вам за комментарии приятные. Кому не приятно, хорошие. Доброе слово и коту приятно. Правильно? Муж вчера. Мы же с ним каждый день общаемся. Рассказывал. Там его. Загляделась на вас мимо Вилкурта. Там его хвалят. Босс турецкий. Боссы. Ну, есть босс турецкий, есть босс узбецкий. Узбецкий босс сказал. Ну, они все. Во-го-го. Со звездами. Это. Говорит. Вот человек, говорит, приехал. Вы, говорит, два месяца. Про турков, говорит. Вы, говорит, два месяца. Да, два года, говорит, здесь. А человек приехал, за два дня решил, то, что вы за два года не можете решить. Потому что проблемы с языком. Нужно же еще подход к рабочим. Понимаете? А рабочие-то все местные. Они, естественно, турецкие не знают. А муж пошел. Лопота-лопота. Ути-пути. И все решил. Позвонил, короче. Говорит, освещение плохое. Короче, пистону вставил. Муж пошел. Ну, муж об этом узнал. Муж пошел. Два часа ночи. Машину ему еще не дали. Может быть, и не дадут. Одному офисному дали. За 30 тысяч зеленых машинку дали. Офисному. А мужу не знаю. Я говорю, ну ты же нуждаешься в машине. Так вот, говорит, ситуация, когда ночью вызывают, а машины нет. Пешком же не пойдешь. Вот для этого, говорит, мне нужна машина. Такси же тоже. Надо ждать. А такси он на машину. Поехали. Я говорю, да ты говори об этом. Ну, я, говорит, пошел. Посмотрел. У сторожа спрашиваю. Ну, сторож, естественно, местный. У сторожа спрашиваю, приходил кто-нибудь из боссов? Он говорит, нет, никто не приходил. Он сегодня, говорит, был? Нет. А вчера? А вообще, говорит, когда последний раз боссы приходили? Он говорит, да не помню. Может, говорит, не в мою смену приходили. Я, говорит, не видел. А потом выяснилось, что они по камере. Там у них камера все на онлайн. Они все это по камере наблюдают. А там, где наблюдают эти камеры, там освещение плохое. А вообще, говорит, то, что нужно на стройке все освещено. Освещение хорошее на стройке. В смысле, там, где камеры стоят, ну, видать, закамуфлировали камеры. А больше-то они не гуляют сами по стройке. Не знают ни сли на ничего. Поэтому было собрание, и узбекский босс заинтересовался моим мужем. Ну, там уже все справки навели, короче, сарафан на радио. Все работает. Все уже понятно. Узбецкий босс с ним по-узбецки разговаривает. На узбецком языке. Он спросил, откуда знаешь, что хорошо узбецкий язык. Ну, сказал. Он говорит, хорошо. Нам такие люди нужны. Ну, все. В общем, пашет, как папа Карла. Инженер-строителю. В общем, ребят, приятного аппетита. Жду мальчики проснуться. Пойдем в магазин. На улице гремит, ребят. Время 11 часов. Такое ощущение, что это вечер. Машин сегодня не так много, видите? Люди дома сидят. Ну, в открытии еще. Только просыпаются. Сейчас пойдут все в АВМ. Будут в АВМах сидеть. Чаи гонять. Мы не ходим в АВМах. Вон у нас только много киролык. И сатылык. О, много сатылык и киролык у нас. Напротив. Дождь не такой сильный, но такой мерзопакостный дождик. Ничего, пусть пыль. Пылюку сотрет сейчас. Потом будет хорошо. У меня сапоги есть. На крайняк, если лужи будут большие, нам тут идти-то по 5 секунд до магазина. Просто если лужи будут большие, я здесь вот посматриваю. Вроде сейчас нету, можно в кроссовках идти. А когда лужи большие, у меня сапоги есть. Ой, прям сверкает. Ребят, прям сверкает. Надо окошко закрывать. Все. У куртки все, смотрите, утеплились. Ух, прям куртки одели. Ух, как гремит. 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 Ладно, подожду. Мальчиши еще спят. О, Ухтайчик. У нас тут с тобой сапоги есть. 45-й размер. Это Ухтай 43-й. А здесь 45-й. Ну-ка, померяй. А у меня 41-й. Ну, мне бы и 40-й, и 39-й бы подошел. Ну, не было в тот момент, когда я их покупала, не было. Меряй, ну-ка. Я их пару раз одевала на базар. Ой, отлично. Ой, супер прям. Вот прям. Они же, видите, резина-то. Теплый. Че? Тяни, тяни. 45-й должно быть как раз. Че, как раз? У них подъем узкий. Вот здесь вот узковато. И за счет чего? За счет вот этой подкладки утепленной. Утеплитель здесь есть, видите? Типа какой-то. Плюш или не плюш. Не знаю. Но эту ногу мерить не буду. Тяжело потом снимать. Ну, а так они тяжеловатые чуть-чуть. Тяжеловатые. Ну, отличные. В это, в погоду. Каблучок такой хороший. Мне нравится. Я их пару раз на базар одевала. А тебе как? Нравится? Когда, знаешь, дождь идет, идет сильные лужи. Очень удобно в них. Шикарно. Шикарно. Обе мерил. Не знаю, сейчас ему будет. Как раз не будет. Обе, когда похудее был я, года три назад я их купила. Обе были как раз. Баба нет, конечно. Баба не залезет. Потому что у них подъем узкий. Ой, прям шикарные сапоги. Смотрите. В Биме я купила. Была как-то распродажа. И мне это недорого. В Биме же недорогие вещи. Ой, мне прям нравится. Хоть сейчас одевай и иди. Ой, отлично. Отлично. Вот мое бы детство. Были бы такие сапоги. С утеплителем я имею ввиду. Отлично. Ну все, снимай. Ой, мне очень понравились. Ну как снимать? Легко? Да. Луками. Ой, легко. Вообще у меня, девочки, знаете, вот такие бот есть. Это Колумбия. 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 Я их ношу. Вот. Колумбия. Это тоже где-то 40-41. Это вот как после операции купили. Они удобные. Очень. Очень хорошие. Замши здесь. В смысле замша. Кожа. Кожа, замша. Очень хорошая. Кожа. Уж сколько лет они у меня. Зимой. И не скользят они. И это. Тепленько. И водонепромокаемые они. Но я их в дождь не одевала. Вот снег. Да. Одевала. Сухие были. В общем, вот такие у меня есть цапожки. Потом у меня еще есть вот такие грейдер. Они легкие, как пух. Легкие по сравнению с теми резиновыми сапогами. Но они мне большеватые. Потому что я их купила именно вот прям после операции ходить, одевать не в чего было. Сюда подкладку вставляла я. И поэтому они мне большие. Чтобы сейчас их одевать, сильно надо шнурки затягивать. Шнурки надо сильно затягивать. Чтобы не хлипал. У меня же разная. Левая на два размера меньше, чем правая. Понимаете? Короче. Вот это так нормально. Даже тоже большеватый чуть-чуть. С носком. Если несколько носков одеть, во-первых, и стопе будет помягче. Понимаете? Это 41-й тоже размер. Отличные ботинки. Хорошие. Выбросить жалко. Отдать кому-то некому. Вот так иногда одеваю. Баба звонит. Баба звонит. Ой. С мужем общались. Потом у меня есть вот такие ботинки. Тоже неплохие. Ну. Тоже неплохие, в принципе, да? Тут подкладка есть такая, плюшевая. Нормальные ботинки. Ботинки, как ботинки. Нормальные. Тоже уж мерить не буду. Тоже пару раз носила, одевала. Какой? 39-й размер. Ну, я обычно 39-40 беру в размер. Хотя мне 38 будет тютелька в тютельку. Ну, чтоб посвободнее. Я свободу люблю. В общем, вот так вот. Постирала носки. Вот здесь вот поскладывала. Пары нету здесь. Вот это такой хороший носочек. Пары нету. Куда делся? Вот здесь тоже у Айдынчика тоже пары нету. Но это можно выбросить. Где это все? Это тоже давно лежит. Тоже можно выбросить. Нету пары. Не знаю где. Вот эти тоже. Может, это и есть пара. Нету. Вроде по цвету не подходит. Видите? Не знаю где пары. Ладно, пусть еще чуть-чуть полежат. Но вот это выбросить можно. Пусть еще полежат. Можь. Найдется. Вроде неплохие. Не дырявые носки-то. Приличные носочки-то. А где пара, не знаю. Нету. Пусть лежит. А это выброшу сейчас. Выброшу носки. Пойдем в магазин. Ухтай уже покушал. Монты варю. Варю для Айдына. Монты. Не знаю. Мен-мен будет он, не будет. Но он кашу не будет такой. Она на улице уже распогодилась. Уже вроде и солнышко. Но ветер холодный. Ветер холодный. О, как хорошо цветочки полили. Ой, как красиво, да? Капельки. Ну и умановская машина стала. Смотрите, какая. Молодцы этот. Хозяин магазина хорошо расширяется. Куда-то в каргу повез. Заказ. Распогодиваются. Распогаживаются. Тучки вроде. Солнышко вот буквально две минуты назад было. Опять исчезло. Ой, ветер. Холодно вообще, ребята. Ветер холодный. Ну вот с Черноморья опять черные облака идут. Вот вижу, черные, черные тучи идут с Черноморья. Ну, уже прям конкретно зима в Стамбуле наступает. Конкретно прям. Ветер такой холодный. Кошки толстые бегают. Чайки жирные летают. Ух! Красиво вот эти, да? Капельки. Романтично. Побило дождиком мою гвоздичку. Ну, уже расцветать, наверное, все. Последние вот два-три. Распустятся и все. Солнца, если не будет, не будет больше гвоздичек. Жалко. Чеснок уже. Скоро чеснок буду урожай собирать. В общем, не знаю. Жду сейчас мальчиш покушать старший. Пойдем, наверное, в магазин. Изгоняем. Муж что рассказывает? Да что муж может рассказать? Все от нас тоже. Жалуются. Жалуются. Либо жалуются, либо хвастаются. Все. Все. Посплю говорить. Мы пока с ним болтали. Буквально пять минут мы с ним болтали. Сам же при вас позвонил. И два человека ему в это время тоже звонили. Кто звонил? Один друг, один родственный. Братишка. Все. Все. Я говорю, ты завязывай вот это, болтологию. Ты болтаешь, энергию свою теряешь. Ты же не молодой человек. Энергию теряешь, и потом концентрация на работу у тебя мало остается. Не можешь сконцентрироваться на работу. Сидит шоколадку. Я говорю, а вот с шоколадками потом свою энергию пополняешь. И от этого симпатичный толстячок. Ты немножко о себе подумай. Хватит думать о других. О себе подумай. О себе. О себе любимым. Иди, говорю, выключи. Хотя бы на тихую звонок этот. Тихую. Звук выключил телефон. Лежи и поспи. Два-три часа. А сейчас, если у нас час, у них там три часа. Поспи чуть-чуть, отдохни. Он уже восемь утра и на объект сгонял. И к этому спину штамп бегает, вправляет себе в позвоночник. В доктору, короче. Он уже говорит, я профессор. К профессору. Семьдесят тысяч сумки стоят. Вообще, говорит, сорок пять. Но я, говорит, почему-то всегда семьдесят плачу. Ну, говорит, семьдесят. Я семьдесят даю. Спорить же не буду. В общем, вот такие вот дела. Жду пельмени. Сейчас покушает. Наверное, магазин. Не, магазин надо. Магазин надо. И окна мыть надо тоже. И я это разбитая. Потому что я вижу, что... Я говорю, ты вообще уставший. На мужа смотрю по телефону. Я говорю, ты уставший. Ты не выспавшийся, не отдохнувшийся. А сегодня воскресенье. Уже, можно сказать, день проходит. Три часа. А ты это, уставший. Ты, говорю, прекращай, завязывай вот эту болтологию. Сконцентрируйся на работе. Вот так вот, девочки. Продолжение следует...